друзья мои всем привет ну сегодня не совсем прям речь о коллекции кротонов но в любом случае в показе они участвуют почему вроде бы недавно я вам их показывала мы с вами еще там пытались опознать название вернее я предлагала то что я нашла в интернете вы меня там поправляли говорили как правильно кто есть кто и казалось бы чего опять их так показывать быстро но дело в том что я их переставила с аквариума на окно все думала хочу чтобы они были красивые яркие чтобы они не теряли цвет и думала куда их поставить но вот решил орхидеи с окна убрать потому что орхидеи под искусственным светом хорошо и растут и цветут а кротоны вот поставила на окно и речь у меня о чем я купила новинки маленькие такие интересные и так как они тоже из этой серии и я их поставила вот сюда на окно в эти голубые кашпо здесь у меня два стояла и в них стояли кротоны а теперь я третье сюда поставила кто помнит я их три как раз и покупала и вот они все сюда три у меня уместились трехъярусные вот эти кашпо и между ними за ними того тоже цветочки встали то есть как-то вместительно с ними получилось я потом поближе еще раз все покажу а сейчас просто вот такая вот общая картинка вот таких крох я купила это мы пошли в ашан гипермаркет отдельно цветочные у нас не работают всякие отдельные магазинчики там как их назвать одежду обувь там цветы неважно что сад-огород все что отдельное ничего не работает ну настолько насколько я знаю насколько я видела а вот ваша не у них там есть цветочный отдел там я купил как раз себе отравы подкупила и вот эти цветочки купила они вот такого плана сделано видите со стволиками такие толстые стволики и на них отвлекления в прошлом году мне попадался вот такой цветок и я его покупала но когда я его начала пересаживать оказалось что у него там вот корневой совсем нету стволика какие три волосинки были корневой и я сделала глупость я его просто посадила и поставила и он у меня быстро весь засох мне бы надо было его поставить в тепличку я об этом в тот момент не подумала сегодня вот я хочу их раз петрушить посмотреть что у этих с корнями три дня они у меня на адаптации побыли теперь я хочу вот раз петрушить это вот кратончик такой такого плана нормального большого кратона у меня нету вот такой кратон тоже видите стволик и посмотрите сколько макушек на нем много веточек такого плана конечно у меня есть большой кратон с похожими листочками но там просто ветка а этот видеть от деревеневший стволик и по нем новые порости мне кажется это просто берут растят например цветок и ждут когда он состарится деревенеет одревеснеет потом его наверное черенкуют и как-то дают пробуждаться вот этим почкам это я так думаю друзья не знаю если вы знаете как их выращивают скажите вот это обычный кратончик вот это так кратончик стоит там сто с чем-то рублей я точно сейчас не помню тоже не знаю есть у меня похоже или нет сейчас посмотрим но мне понравился он знаете за чего у него очень прям вот такая пятнистость он прям вот весь в пятнышку в пятнышку у меня есть похожий но мне кажется он все равно у него окрас немножко другой а этот прям вот здесь вот прям вот пятнышками 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 горошинками и прям на красных листьях красные горошины здесь вот какие-то желто зеленые горошины на зеленых листьях такой очень он мне понравился и купила четвертое это вот это карделина тоже стакать по такому же принципу выращенной стволик и макушечки вот такая вот темно-зеленая с коричневыми разводами карделинка эти карделинки стоили по 200 ну вообще вот эти три цветка стоили по 259 рублей вот здесь вот даже корни видно посмотреть у карделина какие хорошие корни у этого не видно корней сейчас будем их вынимать и у этого не видно корней у этого вот видно корни сейчас будем с вами вытряхивать их а вот друзья посмотрите в чем они сидят это вот пластиковый вот такой вот ведерочка как наперсток и сквозь него корни сейчас мне придется это все разрезать чтобы освободить и так на всех видите и вот у этого опять корешочки маленькие и сейчас мне надо еще разрезать вот эта ведерко пластиковая разрезать так чтобы еще освободить эти корни не повредить вот видите но этого я думаю ничего нету это скорее всего обычная посадка это я думаю обычная посадка а те на специально так выращивают да это вот обычная посадочка сейчас вот в маленькие горшочки я сейчас буду в пластиковые стаканы сажать и буду их сажать по методу как я сажаю декоративные листья на бегонии на дно мух вместо дренажа и земля с омхом перемешанная но для начала вот сейчас буду освобождать я отключусь потому что одной рукой я это самое мне будет неудобно а может быть я сейчас камере подключусь вернее на стойку камеру поставлю ну давайте пробовать еще у меня такие ножницы что не получится наверно сразу отрезать да у меня это плохие ножницы старая может быть это специально так делают чтобы они были в тесноте и чтобы вот не корни росли а чтобы крона росла но чтобы они чувствовали что они в тесноте и вроде как корням расти не надо потому что чем просторнее горшок чем больше земли тем больше работает растение на корневую а им здесь видите важно было пробудить вот эти вот поэтому они замуровали вот так вот наверное знаете в тиски сделали в тиски эти корни чтобы растение чувствовал что ему все там тесно и она уже начала развивать и она уже начала развивать вот сюда листву но я думаю друзья принцип понятен что я делаю чтобы это время не тратить я сейчас отключусь все равно буду дальше здесь снимать потом вам покажу удалось мне это с трудом но я справилась корни все целы так это вот в обычном горшочке сидел который без всяких корзинок вот такой красавчик вот у этого видите опять маленькая корневая друзья кто знает как лучше поступить наверное я поставлю в тепличку да как вы думаете я их сейчас поставлю в аквариум калаказием посажу у этого вот такая корневая вообще пушистик такой у этого хорошая вот корневая вот это вот у корделинки самое хорошее так ну что буду сажать букет мой а вот они корзинки вам вблизи видите их вот разрезала твердый пластмасса прям еле разрезала мучилась вот они вообще вот этот корешок то видите все-таки отломился ну вот я все-таки думаю что их специально делают вот так чтобы им было тесно и чтобы они поменьше корней гнали а побольше пробуждали вот эти бочки почки верхушечки боковушечки посидят пока в стаканчиках они круче вам еще раз каждый все мои красавчики рядом на одном месте я одно время думала что не буду я больше покупать кротоны и не буду я их больше заводить и вот последний раз но не смогла я опять отказать себе в удовольствие не отказаться от своей коллекции а наоборот ее пополнить ну придется просто чаще купать чтобы на них бяка не садилась просто многие говорят что их любит клещ но у меня их любит мучнистый червец у меня вон и адениумы с плюмериями верни как адей на адениумы садится мучнистый а на плюмерии клещ хотя они живут рядом вот всегда они живут рядом где бы я их не это не располагала в одной ли комнате на балконе или здесь вот ли на кухне на плюмерии живет только клещ на адениумах мучнистый не пересекаются эти гады и вот я их постоянно мою обрабатываю ну и кротоны теперь здесь до кучи в одном месте просто буду их чаще купать и поливать отравой ну все друзья на этом у меня обзорчик закончен новички малыш малыши хорошо вы прижились друзья кто вот такие покупал напишите что делать вот пока я их просто поставила в тепличку может быть завтра отнесу в аквариум к калаказиям сейчас вот еще полистаю почитаю что пишут по поводу таких вот цветов счастья добра любви самое главное здоровье друзья берегите себя и своих близких а с вами была я любовь садик цветов спасибо 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 Продолжение следует...